Для самарских башкир праздники – самая красочная и увлекательная часть истории, традиций и культуры. Небольшую ценность из них имеют те, корни которых уходят далеко в прошлое. Они несут в себе след памятных событий, вековых исторических совершений, а также демонстрируют менталитет и традиции этноса. Сегодня национальные праздники не просто сохраняют свою значимость, объединяют народ и делают его единым целым, но воплощаются в новых форматах. Башкиры – коренный народ. Она одна из самых немногочисленных, но коренной народ в Самарской области. У нас всего порядка 8 тысяч. Мы ожидаем осенние переписи. Ждем все-таки, что плеск, наверное, будет, может быть, побольше, чем 8 тысяч. Ну, это, конечно, надежда любой малого народа, что мы не пропадаем, что мы не уходим куда-то безвестно, что существуем, есть. Сегодняшний праздник, в принципе, городских наших башкир должно продемонстрировать вот именно вот этот, наверное, основной показатель, основной приоритет нашей деятельности, что мы есть, что мы сохраняем свои обычаи, свои традиции, что наши дети вместе с нами. На Самарской земле 16 лет назад возродились проведения праздника Карагатуль – праздник прилета птиц. Теперь в Самаре этот праздник проводится ежегодно. Является одним из самых основных мест встречи башкир, проживающих в Самарской области. Люди очень соскучились. Постоянно спрашивают, когда у нас мероприятие будет. Вы видите, у всех лица веселые, все жизнерадостные. Они очень довольны, что у нас сегодня мероприятие проходит. Я очень рада, что сегодня очень много пришли народу, очень много пришли со своими гостинцами, деревенские выпечки, с хлебом, кроваем огромным приехали из Большой Черниевского района, с село Иргийское. И хочу сказать, на одном дыхании хочу сказать, я благодарна, что весной проходит вот такой праздник, праздник прилета птиц. И у нас есть возможность встретиться, поговорить друг с другом, обняться, обменяться своими новостями. Вот я благодарна этому. Ежегодный межнациональный весенний праздник Карагатуй в 2021 году был приурочен к празднованию 170-летия Самарской губернии. Под руководством Камилы Шикбединовны Сизяковой, председателя правления общественной организации Курултай Конгресс Башкир города Самары, он прошел в восьмой раз. В современной многонациональной Самаре в рамках праздника, который организовала наша городская организация Курултай, Конгресс Башкир города Самара, имеет консолидирующее, объединяющее начало для того, чтобы люди встречались, для того, чтобы молодое поколение приобщалось к традициям, древним традициям своих предков. И подобного рода праздники являются теми самыми скрепами, которые объединяют разных представителей различных национальностей нашего многонационального города в единую многонациональную семью. По традиции праздник начался с чайпития и угощения гостей кашей, сваренной активными членами Курултая. Перед началом праздничного концерта прозвучало приветствие от представителей администрации городского округа Самара, которые дали высокую оценку деятельности общественной организации Курултай Башкир и пожелали дальнейших успехов на ниве сохранения культуры и традиций башкирского народа. Долгих-долгих лет, и чтобы это ваше время подцветало, и чтобы всегда ваши коллективы были самыми яркими, и концерты ваши всегда были самые красивые. Именно в народных праздниках и традициях современный человек черпает силы. Отрадно, что на Каргатуй собирается столько людей, приезжают не только жители Самары, но и делегации из районов, где проживают башкиры, и все вместе дружно отмечают праздник, который так почитали их предки. Башкиры – это один из тех народов, которых можно назвать коренными для нашей области. Издревле это были кочевья башкирского народа, и здесь поэтому присутствовала та культура, которую сохраняет башкирский народ. У башкир главными всегда выступали родственные отношения, они окружены огромным количеством правил и обрядов. Старшее поколение окружается большим почетом и играет важную роль в жизни всего рода. Образ жизни народа повлиял и на формирование культуры. Праздник интересен тем, что он является очень древним и имеет еще языческие корни. Во время этого праздника считалось, что необходимо приманить птиц, накормить птиц кашей. Ведь птицы по древним поверьям являлись некими проводниками между мирами, то есть души умерших как бы воплощались в птиц. Таким образом, давняя традиция сейчас обретает новые формы. Почти во всех культурах есть праздник, знаменующий завершение зимы. Карагатуи – башкирский праздник, посвященный прилету грачей. В переводе с башкирского этот день так и называется – грачиная свадьба. В этот день принято много веселиться. Гости наряжаются в национальные костюмы, чтобы всем вместе петь и танцевать. Традиционно башкиры украшают в этот день деревья лентами – серебром, бусами, платками. Руководил всем этим действенным юлбарсы – путеводитель. В это время мальчики зазывали птиц, изображая воронь и карканье. Прилет птиц символизировал наступление весны. Башкир в этот день просит природу о благосклонности и о хорошем урожае. Музыка Народные гуляния в этот день состоят не только из танцев и песен, но и включают различные состязания мужчин в силе и ловкости. Люди встречали вернувшихся на родину птиц песнями, танцами, традиционными играми с глубоким обрядовым смыслом, чтобы год был урожайным и удачным. Для нас, конечно, это праздник. Праздник, именно весенний праздник. Тем более, более года, наверное, встречи были ограничены, и определения, обременения, связанные с массовым пребыванием людей на мероприятиях. Это вот действительно народ, наверное, устал от вот такого ограничения одиночества. И сегодняшний праздник, конечно, вы сами видите, танцуют, поют. Ну, во всяком случае, праздник, я надеюсь, что сегодня она удастся. Весна – это пробуждение жизни, природы, людей. После долгой зимы встречи башкир, именно молодежи и детей организовывались первыми проталинами на земле. День весеннего равноденствия – это значимая дата вообще в жизни человека. Ведь круг солнечный делится на зимнее, летнее, весеннее и осеннее солнцестояние. И народы жили по луне, по солнцу. Что такое день весеннего равноденствия? Луна, с солнцем обнимаются. И сейчас разойдутся в разные стороны для того, чтобы день увеличился. Чтобы людям рано в поле выезжать, пахшеньку пахать. Нужен свет. И вечером, после придя с работы, очень много работы. Потому что нужно сейчас просыпается земля, просыпается природа. Для того, чтобы дать урожай. Для того, чтобы людям сказать, вы есть, вы живете и должны жить дальше. Башкирский карагатуй, который проходит в Самаре – праздник старинный. Фольклористы говорят, ему не одна тысяча лет. Праздник карагатуй – это означает приход весны. И птицы прилетают на свои насиженные места, которые они издревле, ну, так сказать, с рождения видели. Вот они прилетают туда. И это вот еще напоминает о том, что откуда мы, наши корни. Надо вспоминать свои корни, быть благодарным своим родителям, своим предкам. То, что они проживали на этой территории, они радовались жизни, были добропорядочными людьми. И вот если это будет передаваться будущим поколениям, мир и покой, который есть у нас, он сохранится. И надеемся, и дальше будет продолжаться таким же образом. Из седой древности пришли и обычаи. И один из главных приготовил для угощения кашу. Вот и гостей праздника, среди которых были не только башкиры, организаторы угощали вкусной кашей и другими национальными блюдами. В этом же зале до казаря организаторы мероприятия провели конкурсы. С большим интересом все рассматривали работы участников конкурса детских и юношеских рисунков. Яркие впечатления подарили всем гостям и участникам праздника. Выступления профессиональных артистов из республики Башкортостан. На самарской сцене пели лауреаты международных конкурсов, солисты Башкирской государственной филармонии. Субтитры создавал DimaTorzok Празднование Карагатуя раскрывает лучшие черты национального характера, сформированные исконной близостью башкирского народа к природе, экологичностью его сознания. Национальные праздники имеют разные значения, но смысл у них один – это единение народов нашей губернии. Мы живем в межнациональном сообществе, где люди разных народов проживают в мире согласия. И мы рады тому, что люди, которые заинтересованы в сохранении таких культурных ценностей, они заботятся и стараются провести такие мероприятия, такие праздники, сохранить свою культуру, традиции. Этот древний башкирский праздник давно перестал быть сугубо национальным. Отметить его приходят все, кто любит великолепную природу нашей страны и красочную культуру населяющих ее народов. Участниками стали не только башкиры города Самары и Самарской области. Мы в национальной центре отмечаем для того, чтобы показать культуру своего народа. А как наши предки в древности это делали? А как детей приучали к труду? Как детей приучали к любви к природе? К любви с людьми друг к другу? Надо и песни петь, надо и в гости ходить, и гостей славить, и радоваться, что гости к тебе пришли. Вот и я сегодня гость на башкирском празднике Каракатуй. Сегодня Каракатуй – это часть культурного календаря Самарской области. Собирая участников и гостей, представителей разных народов, не только из нашего региона, но и из соседних областей, и давно замечено, что общие праздники, как и общий труд, способствуют укреплению межнационального и межконфессионального единства в нашем многонациональном регионе. Ты столько раз человек, сколько языков ты знаешь. Если мы говорим о городском округе Самара, о Самарской области, на территории которой проживают более 157 национальностей, и у каждой свой язык, своя культура, свои национальные традиции, выражающиеся в том числе в праздниках, и организовывая подобного рода праздники, как Навруз, Каракатуй, Акатуй, Сабантуй и многие другие, объединяя в рамках этих праздников, приглашая на них представителей разных народов, мы имеем возможность приобщиться к традициям разных народов, найти отклик в своей душе тем чаянием, тем культурным традициям, которые мы можем увидеть на этих праздниках. Башкиры очень гостеприимные и миролюбивые люди. Это стало следствием долгого сосуществования народа с самыми разными соседями – татарами, русскими, булгарами, монголами, казахами, и со всеми нужно было наладить отношения. Поэтому башкиры до сих пор считают, что нужно уметь поддерживать мир со всеми, уметь договариваться. При этом народ сохранил свою идентичность и гордость. Редактор субтитров А.Семкин